Студенческая жизнь это не только экзамены, зачеты, лекции, практические занятия. В Казанском университете студенты не менее активно развивают научную деятельность. Четыре года назад, после окончания физико-математического класса лицея имени Лобачевского, Диляраха Ибрахманова поступила в Химический институт Казанского федерального университета и быстро нашла свое призвание в широком мире науки. Девушка изучает термодинамику растворов в органических растворителях и связывании белков. Свой научный труд Диляра уже опубликовала в зарубежном журнале Journal of Molecular Liquids, тем самым открыв собственный счет в международном табеле о рангах. Это фундаментальная наука, а на фундаментальной науке у нас строится в принципе весь мир. Применительные, например, белка, все знают, что у нас в организме, например, в том же самой крови содержится большое количество белков, которые могут захватывать какие-то молекулы, например, те же самые молекулы и лекарства, и потом переносить по нашему организму. То есть это, по сути, связано с тем, как мы живем. Если заглянуть в саму суть данной науки, то можно с легкостью убедиться, что вся наша жизнь состоит из растворов. В любых растворах частицы веществ равномерно распределены по объему. Диляра ведет активную работу над концентрацией и плавным изменением частиц растворов в достаточно широких пределах. Если предположить, что даже наша кровь является раствором, то правильно подобранная концентрация лекарственных веществ обязательно приведет к устранению даже самой тяжелой болезни. Измерение числа химических веществ в крови считается одним из важнейших исследований. Ведь по тому, как среагируют иммунные клетки, можно судить о том, насколько высоки возможности организма постоять за себя. Особая роль отведена веществам, уничтожающим вредоносные для организма элементы. В их задачи входят, например, окружение опасных бактерий для последующего их растворения внутри клетки. Поэтому это очень интересно и очень важно изучать именно фундаментальные аспекты этого вопроса, чтобы потом уже понять, как мы можем совершенствовать то или иное лекарство, как мы можем, например, помочь больному, может быть, просто какими-то простыми способами, чтобы лечение было более эффективным. В свободное время Диляра проводит занятия со школьниками. Исследовательница занимается волонтерской деятельностью. Она помогала в проведении Всероссийской олимпиады по робототехнике и Международной олимпиады по информатике. Занятия в клубе «Что, где, когда» занимают все свободное время студентки-химика. Команда КФУ «Принцип неопределенности», за которую играет Диляра, хорошо показала себя на играх разного уровня. Адель Шемилова, Ленардо Влетиаров, Универниус.